Здравствуйте, меня зовут Лариса и я рада приветствовать вас вместе с каналом Дача Без Проблем. Сегодня мы поговорим с вами о таких замечательных цветочках, как пеларгония и герань. В чем же их особенности и различия? Очень важно понимать, что это растения одного семейства, но разных видов. На основании этого и особенности ухода у них будут различны. Пеларгония – это домашнее многолетнее растение, не зимующее в наших условиях. Герань же – это многолетнее зимостойкое растение, которое вы можете совершенно спокойно оставлять у себя в саду. По внешнему виду отличить их очень сложно, но все же можно. Чаще всего в магазине вы приобретаете пеларгонию. Герань же продается либо в клубнях, либо уже в готовой рассаде. Важной отличительной особенностью герани от пеларгонии является то, что у герани очень симметричные бутоны, в отличие от пеларгонии. Исходя из наших знаний, теперь рассмотрим, в чем же их особенности содержания в уходе. Герань – это уличное растение, совершенно неприхотливо в уходе, хорошо переносит яркие освещенные места, не любит обильного полива и прекрасно зимует в наших условиях. Пеларгония, в отличие от герани, является более крупной и обильно цветущей. Однако вы никогда не встретите синюю, голубую или фиолетовую пеларгонию. Это может быть только герань. В пеларгонии же в основном присущи яркие, бордовые, лиловые, а также белые цвета. В отличие от герани, пеларгонию нужно чаще подкармливать. Во время роста и цветения это должны быть регулярные подкормки. И хорошо обильно поливать. В отличие от герани, она не любит прямых солнечных лучей, поэтому летом обязательно затенение. С наступлением теплого времени года пеларгонию можно совершенно спокойно выносить на улицу, на балконы, террасы, в сад. Но не забывать при этом, что это не зимостойкое растение и с наступлением холодов нужно обязательно забирать ее домой. Герань мы спокойно оставляем зимовать, производя при этом обрезку. Обрезка у пеларгонии может быть только формирующая, если вы хотите придать своему кустику правильную форму. Пересадку герани лучше всего производить весной, а вот обрезку осенью, чтобы весной она смогла порадовать вас огромным зеленым кустиком. Поскольку герань является очень многосортным растением, разные цвета все же лучше сажать в разных уголках сада. Это будет более гармонично смотреться. Как и все домашние растения, пеларгония требовательна к пересадке. Лучше всего производить это весной. При пересадке важно учитывать обеспечение хорошей дренажной системы. Грунт берем обычный нейтральный. Сразу после пересадки не подкармливаем, лучше всего это сделать через месяц, не раньше. Теперь, зная такие тонкости, что герань и пеларгония – это разные растения, вы сможете правильно за ними ухаживать. Спасибо за внимание. И чтобы не пропустить наше следующее видео, не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч!